Вот так вот прибыли в Воронеж На поезде нас встречает Вот такой поезд Дождиком встречает нас Город Мы идем В русский щупа В русский магазин Он у вас круглосуточным? До 10 вечера, да? А круглосуточное есть? Если честно, я не в курсе Сомневаюсь Сюда, да? Вот здесь был детский магазин Вот ты? Вот здесь Сыро Заходи Могут запретить снимать, да? Расовка снимает На свой канал Вот так выглядит Супермаркет Небольшой рядом с домом, да? Паржоми Это про которую ты рассказывала Которая Неудачная Ессентуки не лучше Или Нарзан? Не, не можем Попробуем Давай А мне еще, посмотри Разное по номеру 4, что-то 17 Скважина разная? Наверное Так Все интересно Очень много алкоголя Прям вообще Много места В магазине Выделено У нас в таких маленьких магазинах Алкоголь не продают В таких количествах А это йогурты, да? Странно, что йогурты Стоят не в холодильнике Без холодильника Вон там холодильник А это все молочные продукты Без холодильника Понятно? Интересно? Есть, но В России В ноябре Уй и йогурты Наш сегодня Наши До paz Наши Супер, это Наши 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 Руси Наши Андре Наши 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 Вот такой Мы Сюда Много 7 рублей. Это дорогие, да? Смотри, они уже все развалились. Видишь, выплывет все мясо. Нет, не ближе. Да не выплывет. Смотри, нормально. Отколочено, заморожено. Много отколочено. 12 июня. Что? Выбрала что-нибудь? Макароны? А что, нет у вам дома таких макаронов? Есть. А как я это выбираю? Надо итальянские, только вот из этих. О, дыньки здесь есть. Это российские. А что, они хуже? Конечно. Намного хуже, поэтому итальянские дома у нас всяких баллов набрали. А, есть? И тебе есть сосуд? А, когда? Ага. А это что? Мороженые, фрукты? Мороженые, овощи. Я на даче оставила брокколи. Мороженые, грибы. Смотри, можно грибы с картошкой пожарить потом. Не хочешь? Мороженые, грибы с картошкой. Сливы. Сливы. А селедку мы еще хотели взять. Селедку. Мороженые, я не знаю, есть ли тут грибы. Ну что, есть? Милка опса. Милка опса? Милка. Мама, а где шоколад Милка, можно посмотреть? Рыба. А, ну вот селедка, да? Можно селедку, а можно же брюшки, семги взять. Ну, я, как-то, это тебе... Ну, это не брюшки, это... Это не брюшки, это просто рыба. А, вряд ли брюшки здесь. А, это надо в другом, да, магазине? Давай селедку вот возьмем какая-то. Что, нормально? Бочковая, бочковая или бочковая. Или окошечки. Вроде ничего так, срок посмотри. Ну что, а как тебе? Магазин. Нам запретили снимать. Охранник сказал выключить камеры, нельзя снимать в магазине. Вот, а Варламов говорит, что в России по закону везде снимать можно. Хренушки-то тамушки. Мы еще в этот магазин зайдем. Не-не. Сколько потратили мы? Не знаю, выбросил чек. Семьсот с чем-то. Охренеть. Зараз, вот что мы там купили? Селедку, шоколадку, пачку пельменей на одного. Доширак один. Воду. Семьсот рублей. Семьсот семьдесят, что ли? Это что перевести, если на доллары? Десять с чем-то, да? Ну да. Десять. Где-то двенадцать-тринадцать долларов. Ну, в принципе, так же и у нас выйдет. Ну да, другое дело, что у нас, как бы, у меня их всего десять. Вот это как бы так вот сходить, это не считая коммунальных вот наших, прикинь. Чтобы выйти на улицу, нужно открыть и закрыть. Сколько вам дверей у вас? Три. Три железных двери вот так на замке. Нужно сначала открыть, а потом закрыть. Каждый раз. Когда лифт открывает дверь, Ангелинка закрывает душ. Это, мама, новый дом. Скажи, сколько лет вашему дому? Девять. Мы, в общем, идем на игровую площадку. Ангелина выпросилась у нас. Там у нас из окна видна игровая площадка. Она на нее смотрит и просит. Ну, это, мама говорит, считается неплохой. Ой, это закрывался лифт. Это не война началась, это не бомбят Воронеж. Это лифт закрывается. Мама говорит, у них такой более-менее элитный, да, мам считается? Это жилой комплекс. А у них тут вот лес есть. А, Ангелина в таком прекрасном возрасте находится, что ей сплошной позитив вокруг. Ей все-все нравится. Много птиц. Счастья. Много птиц. Счастья. А, да, вот. Все прекрасно. Вот такие вот дома. Галина, давай быстрее, здесь нельзя так раздольно гулять, тут машины ездят. Дети босиком. Иди. Ой, стеснятушки. Ой, стеснятушки-то все на русском говорят, ничего не понимают. Я не убитый. Я не убитый. О, песочек тут видишь? Я не убит. Я не убит. Я не убит. Я убит. Я не убит. Я в стрелке в игре была. Хорошо. Машина босиком. Машина босиком, босиком. Не знаю, котенок. Набрала уже полные сандалии песка. И говорит, что кроме как босиком тут никак нельзя играть. Действительно. А что, если там какое-то стекло будет? Никто не дает, видите? Никто не дает никакой гарантии, что она не напорится босиком на какую-нибудь железяку или стекло. Тут же вон семечки наплеваны. Я не знаю, разрешить ей босиком или нет, как вы думаете. Дети все босиком. Дети все босиком, чтобы вы понимали. Дети все босиком. Иначе песочная площадка, она не подразумевает в обуви ходить. Как в обуви ходить по ней? Полные вон башмаки у нее уже. Она, конечно, впервые сталкивается с таким. Ну вот, посмотрим, как корейский ребенок будет выкручиваться в этой ситуации. Так же, как все, как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Так же, как и все, разулась и пошла. Даже весело в какой-то мере. Видите, там какие-то банки валяются. Все это, конечно... В каком это виде вы сами все видите, как босиком здесь ходить, я бы лично не разулась ни за что. Но полностью весь двор засыпан песком, который никто не убирает никогда. Ангелина подружилась с мальчиком. Ему 6 лет, скоро будет 7, зовут Артем. В общем, она ему показала всех своих динозавров. А девочки все играют с куклами. А Ангелинки, как всегда, с мальчиками интереснее. Вот они сейчас друг друга совсем не понимают, но играют. Качались на качелях. Вот так. А с девочками она не играет ни в Корее, ни в России. Вот она. Он хотел ее посадить. Идем до остановки. Элитный район. Рониш. Мы вышли из него? А то есть элитный только жилой комплекс. Ага, северная корона. Жилой комплекс только элитный. А мы уже только вышли за его границы. И уже оказалось не элитный это район никакой. Деревья, смотрите какие. Шикарные, высокие. Я помню, когда в первый раз в Воронеже была в городе. Я была, запомнила эти деревья. Это в каком году было? В первый раз? Мне было лет 16. 18. 18? Ну вот вспомните, когда мне было 18, когда мне уже почти 40. Я запомнила эти деревья. Высоченные. Вот ими мне, когда Воронеж ассоциировался изначально вот с этими огромными. Как они? Пирамидальные тополя или что? Да, пирамидальные тополя. Да. Очень высокие деревья. И Софья сразу отметила. Какие высокие здесь деревья. И вот такое сегодня небо цвета Василькового. Очень красивое, так как сегодня очень ветер сильно дул. И это остановка, да, уже? Да. А, через дорогу. А, через дорогу. И Ангелина изъявила желание прокатиться на автобусе. Мы сейчас едем на рынок или магазин? На рынок. На автобусе поедем. Ангелина счастливая. Пляшет, поет всю дорогу. Хочет на автобусе прокатиться. ГОВОРИТ НА РОЖЕННОМ ЯЗЫКЕ Him Gro resistant чтобы нам близко идти было потом, нам без разницы, для нас все экзотика, а заходить можно в заднюю дверь, у нас только в переднюю, и в ту и в ту можно, ага, понятно, Садись, 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 и сюда садись, 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 вау, топче, з curious, лоббите? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если учесть тот факт, что сегодня градусов 25, наверное, от силы, да? Прохладно. Здесь абсолютно нечем дышать. Очень жарко. Я не представляю, что творится в 30 градусов. Кондиционеров нет. Ну, да, не по ходу, а их нет, но это понятно. Но как бы туда, да? Субтитры делал DimaTorzok Не успели, да? А-а-а! Вот такие рынки еще актуальны, да, у вас? Да. Я помню, в Каменогорску еще такие были на улице, в рыночке. Не трогай. Не трогай. Не трогай. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...